Всем привет, это Инфакт на СтопГеймерл. У нас тут новости. Начнём с Оржаки, потому что... почему бы и нет. Французский Остап Бендер по паспорту Адельм решил урвать себе новёхонькую PlayStation 4 за гроши и таки урвал. Пришёл в местный супермаркет, взял с полки консоль, цена которой составляет 340 евро, пошёл в секцию с фруктами, взвесил плойку и напечатал ценник согласно массе товара. С этим добром отправился на кассу самообслуживания, самообслужился по цене пакета с фруктами, около 10 евро, и уехал домой. Авантюра юного предпринимателя осталась бы безнаказанной, если бы он не решил воплотить в жизнь всем известный миф и не вернулся на место преступления с целью повторить этот потрясающий трюк. Но в этот раз, чего и следовало ожидать, ему не пришлось обслуживать себя самому, ведь на помощь пришли сотрудники полиции. Месье Аделю впаяли 4 месяца. Условно. Мораль сей басни такова. Эээ, воровать нехорошо. Меж тем, Sony и Microsoft огласили список февральской халявы для подписчиков соответствующих сервисов. PS Plus и Xbox Live Gold. Самый сок это For Honor с первым сезоном актуальной Hitman для Плойки и Assassin's Creed Rogue с Jedi Academy для Хуана. Полный список, игры для старых платформ, а также сложнейшие графики Microsoft можете вычитать в нашей новостной ленте. Ссылки в описании я оставлю. Еще в феврале будет проведено закрытое тестирование The Division 2 от Ubisoft. Тут тоже куча цифр в расписании, мудреных контентных нюансов, так что я просто повешу картинки вам на экран. Но суть в следующем. Доступ к закрытому тесту вашингтонской главы дивизиона дается за предзаказ игры. Помимо стандартного набора заданий, свойственного бета-тестом, в этот раз издатель даже даст нам опробовать постсюжетный геймплей. Станут доступны специализации эндгейма, левелкап и задания вторжения. В остальном это две основные операции на трех уровнях сложности, пять побочек, сайдквесты в открытом мире, комбинированный PvP-PVE режим и чистая PvP 4 на 4. Сама игра, если кто забыл, выходит 15 марта на трех основных платформах, но не в Стиме. А Prey for the Gods чтит традиции и в Стиме выйдет. В названии, кстати, не опечатка, это разрабы так сражаются за копирайтовое слово Prey. Это эдакая снежная Shadow of the Colossus кикстартера от No Meta Studios, которая должна была выйти еще в конце прошлого года, но так и не вышло. Зато выйдет сегодня вечером, но в ранний доступ. Зато разрабы заявляют, что и в Early Access будет весь контент, обещанный вкладчиком с кикстартера. То есть пять боссов, готовые кат-сцены, возможность исследовать открытый мир, существа, головоломки и дополнительный контент для тех, кто задоносил на разработку. В будущем авторы проекта хотят ввести еще кучу всего вкусного, но итоговое количество вкусного будет зависеть от финансовых успехов раннего доступа. На консолях игра тоже должна появиться, в 2019-м. Однако точной даты пока нет. Судьба Алисы Американа Магги покрыта еще более густым туманом войны. В июле позапрошлого года этот геймдизайнер сказал фанатам, что не прочь взяться за создание третьей части, но права на франшизу принадлежат Electronic Arts, так что и трясти продолжение нужно с нее. А на днях выяснилось, из блога самого Магги, что он в данный момент усердно работает над дизайном, художественным наполнением и сюжетом Alice Asylum, приквела оригинальной «Элис». В этой истории Алиса будет бороться со своей травмой после потери семьи. Фанаты наверняка рады, тем более, что вторая часть серии вышла аж в далеком 2011-м году. Всех заинтересованных и сопереживающих, геймдизайнер призывает подписаться на всякие рассылки, соцсети и патреоны. Линки, как вы догадались, в описании. А THQ Nordic призывает всех расходиться, тут не на что смотреть. По крайней мере, такая гифка с бессмертным Лесли Нильсоном в данный момент красуется на сайте издательства. На том самом месте, где перед этим был опубликован трейлер Darksiders War Mastered Edition для Nintendo Switch. То ли по ошибке опубликован был, то ли это выверенный маркетинговый ход, сейчас там его уже нет. Но в сеть он в любом случае попасть успел, а обратной дороги из сети нет. War Mastered Edition это переиздание первой Darksiders, вышедшее в 2016-м году для ПК Хуана и Плойки, а в 2017-м для Wii U. Похоже им, что очередь дошла и до Switch'а. Но всё это не точно, а соответственно и конкретных дат у меня для вас не припасено. Ещё более не точна информация следующего раздела инфакта. Заявлена она аналитиком Дэниелом Ахмадом, ссылающимся на собственные источники, а касается следующего поколения PlayStation. По его словам, внутренние студии Sony уже сосредоточились на PS5. Также он предполагает, что свежие подробности могут быть оглашены на мартовском мероприятии Game Developers Conference. Третьим пунктом идут слова о том, что и четвёртую PlayStation хоронить пока что рановато. Для неё в данный момент создаётся пара неанонсированных игр по уже существующей интеллектуальной собственности. Не исключено, однако, что они рассчитаны и на текущее поколение, и на следующее. Ну и наконец, Ахмад обмолвился о том, что некоторые разработчики уже получили девкиты для PlayStation 5. И вроде как даже хвалят то, с чем им приходится работать. Но насколько всё это далеко или недалеко от истины, мы с вами вряд ли узнаем в ближайшем будущем. Появление нового поколения консолей неизбежно. Но официальных анонсов, содержащих конкретную информацию о продукте, мы пока от производителей не слышали. Зато на сайте StopGameRow вы уже сейчас можете прочитать пару весьма информативных статей. От Димы Кунгурова, назнакомившегося поближе с Rage 2, и от Кирилла Волошина, покопавшегося в чертогах разума и вспомнившего самые яркие видеоигровые кроссоверы. Ссылки, как и всегда, в описании. У меня всё. Покедова.